Тема сегодняшнего занятия – пересечение поверхностей вращения. В условии задачи сказано – методом секущих плоскостей построить линию пересечения двух поверхностей две проекции. Вначале давайте немножко разберемся, что такое вообще метод секущих плоскостей. Вот давайте посмотрим сюда внимательно на условия задачи. Мы имеем фронтальную, горизонтальную проекции. Дано у нас цилиндр и полусфера. Естественно, как вы видите по их положению, они пересекаются. И на горизонтальной проекции здесь видно, что линия пересечения готовая. Что это будет? Где она будет находиться? Это будет что? Окружность, которая описывает цилиндр. Поэтому вот этот случай нам дает возможность построить линию пересечения с помощью метода секущих плоскостей. В чем он заключается? Вот давайте мы возьмем отрезок и проведем секущую плоскость вот здесь, ну в этом месте. Вот так проведем ее плоскость, так, чтобы она у нас проходила через эту нижнюю точку. Это будет у нас первая секущая плоскость. Вторую плоскость дальше мы ее с вами построим вот здесь, там где проходит ось у нас, вот в этом месте. Дальше следующую построим вот здесь, где крайняя точка. Ну и три плоскости это мало, поскольку у нас будет линия пересечения, это кривая, то поставим еще промежуточные плоскости вот в этих местах. Как вы видите, я здесь размер специально не ставил, да, это роли не играет. Какой мы сюда размер поставим, где мы поставим, там и будет точка. Теперь давайте посмотрим внимательно вот на эту секущую плоскость, да, вот на эту секущую плоскость. Что будет, когда эта секущая плоскость разрежет нам на этой проекции полусферу и цилиндр? Плоскость это горизонтально проецирующая. Что мы будем видеть на фронтальной проекции? На фронтальной проекции мы будем видеть вот здесь цилиндр, но он будет иметь ширину меньше, вот такую ширину как здесь, это будет тоже такой же прямоугольник, но шириной меньше, а что будет с полусферой, полусфера вот когда мы так отрежем, она же и будет полусферой, но если у нее здесь радиус 35 миллиметров, то здесь у нее будет радиус вот такой вот, как этот кусочек, и теперь смотрите, мы имеем изображение здесь цилиндра, изображение полусферы, там где будут пересекаться линии крайне цилиндра и полусферы, там будет находиться точка, которая лежит вот здесь, да, вот в этом здесь смысл заключается. Поэтому сначала давайте мы обозначим точки, да, точки, которые лежат на цилиндре и принадлежат, принадлежат они непосредственно линии пересечения. Это будет вот здесь точка, мы их сначала здесь покажем, потом обозначим, а потом построим. Конечно, в идеале, чем больше точек, тем лучше. Ну, достаточно 6, ну 6 может быть и маловато, ну там 8, 12 точек вполне достаточно, чтобы построить такую линию пересечения. Так, ну все, да, все точки мы здесь обозначили. Хорошо, теперь эти точки подпишем. Подписывать можно буквами, можно цифрами, как удобнее. Я подпишу цифрами. 1 проекция 1, здесь, ну, с ней так пойдем, против часовой стрелки. 2 проекция 1, здесь 3 проекция 1, 4 проекция 1, 5 проекция 1, 6 проекция 1, 7 проекция 1 и 8 проекция 1. Все, все необходимые точки у нас есть. Теперь давайте будем строить положение этих точек, вот наша задача, где? На фронтальной плоскости проекции. Ну и будем думать, да, значит, если мы рассечем первой плоскостью, ну давайте их тоже обозначим, чтобы мы не говорили просто там плоскость, да, они, чтобы имели свое персональное название, да. Ну, вот эту плоскость обозначим Q проекция 1, эту обозначим M проекция 1, будет дальше N, плоскость D и плоскость S. Вот такие плоскости у нас. Так вот, если мы разрежем плоскостью Q, разрежем здесь нашу проекцию горизонтальную, то что мы от цилиндра будем видеть? Мы будем видеть вот эту прямую, да, все. А что будем мы видеть от полусферы? От полусферы мы будем видеть полуокружность вот такого радиуса, да, это 22, да, поэтому проведем окружность от полусферы радиусу 22, провели. И проведем линию связи от точки 3, 1 и найдем положение точки, вот оно будет, это положение будет точки 3, 2, 3, 2. Дальше, теперь рассечем плоскостью M цилиндра, и что мы получим? Мы получим вот здесь такие две линии, да, одна и вторая, это граница цилиндра. Так, дальше. Дальше, когда мы рассечем этой плоскостью полусферу, то мы получим полусферу, которая будет иметь радиус вот такой, только не до точки 2, а вот до этой точки. Это будет 31 миллиметр. Проведем окружность 31 миллиметр радиусом, и точки на пересечении, вот она одна точка, и точка вторая. Это будут как раз те точки, которые мы с вами искали, точки, которые искали. Итак, мы построили точки 2, 3, 4. Ну, давайте еще построим точки 1 и 5. Ну, очевидно, что точки вот 1, видите, она лежит где, если мы линию связи проведем, она будет лежать прямо на цилиндре, да, на стороне цилиндра на фронтальной плоскости проекции. А какой же здесь будет у нас радиус полусферы? Он будет вот до сих пор, мы должны померить. Ну, 34 миллиметра получается, да? Поэтому проведем здесь окружность радиусом 34 миллиметра, и в том месте, где эта окружность будет пересекать вот эти линии, там обозначим точки. Здесь и с противоположной стороны, это будет у нас вот в этом месте. Так, значит, давайте эти точки сначала подпишем. Подпишем. Так, значит, здесь вот эта точка. Это будет точка у нас 1, проекция 2. Вот эта точка 2, проекция 2. Это 3, проекция 2. Эта точка следующая. 4, проекция 2. И эта точка 5, проекция 2. Ну, у нас еще осталось 3 точки 8, 7 и 6, да? Теперь давайте подумаем. Когда мы будем смотреть на горизонтальной плоскости проекции, то точки, начиная от 1 до 5, все мы будем видеть. То есть, вот они, все они у нас будут видны. А вот точки 8, 7 и 1, они будут на противоположной стороне цилиндра, они будут невидимы. Ну, так что это надо иметь в виду, да, что они будут невидимы, эти точки. И, соответственно, мы будем там линию обозначать невидимой, пунктирной. Ну, смотрите, проведем. Проведем вот здесь. Видите, нам почти подходит эта линия, да? Проведем раз через точку 8 и через точку 6. Ну, она у нас просто получилась, что почти подходит, да? А через точку 7 она у нас есть. Теперь давайте померим, какой будет радиус полусферы. Значит, для точек 8 и 6 этот радиус будет 30, ну, почти 35 миллиметров, да? 35 миллиметров. Хорошо. 35 это что? Вот она, да, линия 35. Поэтому точки, соответственно, будут лежать. Одна здесь, а вторая будет лежать у нас на полусфере должна лежать. Вот, то есть, вот тут. Вот здесь. Есть. И осталась последняя точка 7. Померим, какой же здесь будет радиус полусферы. 30, ну, если округлить, будет 33, да? Проведем таким радиусом окружность. 33. И если линию связи проводим, вот она у нас. И получается, наша точка должна лежать вот здесь. Так, обозначим получившиеся точки. Так, это первая точка. Первая точка, это у нас будет 8. 8, проекция 2. Здесь 7, проекция 2. И здесь 6, получается, проекция 2. Теперь осталось убрать лишнее. И, ну, плоскости пусть остаются. И далее осталось соединить, да? Получить линию пересечения. Ну, я ее построю красным. Линия эта будет кривая. И помним, что от точки 1 до точки 5 у нас точки идут так. 1, 2, 3, 4, 5. И все они будут у нас видимые. Значит, соединяем точку. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так, да? И вот, вот она получилась, линия пересечения. Теперь дальше, ну, построим пунктиром, тоже кривую. И она будет идти у нас от точки 1, 8, 7, 6, опять же в 5, да? 1, 8, 7, 6. И попадает в 5. Вот так. Вот получилось. Одна сторона, и вторая. Ну, теперь нам еще надо разобраться в том, что мы будем здесь видеть, что не будем видеть. У нас цилиндр идет до линии пересечения, а дальше его нижняя часть не видна. То есть, давайте я обозначу это таким вот образом. Вот эта часть цилиндра у нас видна. Эта часть видна. Так, а вот эта нижняя часть не видна. Поэтому я поставлю это, чтобы она была пунктирная. Ну, вот эта и эта, чтобы она была и красная, и пунктирная в то же время. Ну, здесь она пунктирная, но только единственное, что надо сказать. Штрихи-то великоваты, да? Поэтому я поставлю масштаб штрихов меньше, да? Чтобы он был виден. Вот, и видно, что здесь она пунктирная линия, да? Точно так же вот здесь. Я сделаю таким вот образом. Нарисую окружность. Нарисую окружность. Красную. Лишнее я обрежу. Вот так. И теперь давайте подумаем. Еще что надо обрезать? Обрезать нам вот эту часть внутреннюю. Она же будет не видна. Вот, видите? Так. Ну, и эту я преобразую в линию пунктирную. Вот таким вот образом. Ну, это должно быть у нас, как обычно. Вот и все. Результат у нас получился. Так выглядит построение линии пересечения двух поверхностей методом секущих плоскостей.